Я бы этим людям как-то попытался благое беспокойство выложить. Христианство – это не увлечение, это вопросы жизни и смерти. Нельзя к христианству относиться вот так легкомысленно, просто как традиции, как увлечения. Это буквально вопросы жизни и смерти. Или твоя душа умрет, и мы же веруем в слова Господа, что кто-то наследует жизнь вечную, благую, а кто-то может оказаться в аду. Нам бы иногда перечитывать эти моменты евангельские. И, знаете, иногда у меня такая ассоциация возникает. Иногда современный даже христианин меня ассоциируется вот с людьми, которые на минном поле, на котором рвутся снаряды, летят мозги, грязь в разные стороны. А люди приходят, раскладывают белую льняную скатерть, сервируют фужеры, открывают шампанское. Тут вот что-то летит, они стряхнули, они продолжают. У нас притупилось чувство тревоги, чувство опасности, что жизнь ежедневна. Это может быть не когда-то. У меня недавно один иеромонах спросил, отец Сергий, что такое память смертная? Я говорю, память смертная – это не то, что ты когда-то умрёшь и попадёшь на суд. Память смертная – это чувство времени. Чувство времени не ежедневное, а ежесекундное. Чувство времени, которое идёт, и ты его не остановишь. И оно, проходя, уносит с собой что-то и плохое, и хорошее. Всё это река времени уносит. Если человек будет вот в этом чувстве времени, которое уже даёт память смертную, мне кажется, он должен организоваться, как-то мобилизоваться. Мать рождает дитя в надежде на долгую жизнь. Я отец шестерых детей. Мы рожаем дитя, и уже с первых минут начинаем прислушиваться, как он дышит. Вот эта нестабильность нас заставляет тревожиться. Ну, пусть она заставляет нас тревожиться во всех случаях нашей жизни. Мы должны быть по-хорошему встревожены. Вот это у нас нет повода успокаиваться. Поэтому, я думаю, нужно христианам иногда бросать камень в болото их спокойной, размеренной жизни и напоминать, может быть, даже события какие-то исторические, политические. Просто события в соседнем доме должны нам напоминать, что сегодня там, а завтра это может быть у меня. Знаете, я думаю, вот главная ошибка бывает, когда мы хотим что-то перевернуть кардинально себе минуту. Очень мне нравится выражение, которое очень точное. Царствие Божие нудится. Бери и каждый день понемножку прибавляй. Каждый день прибавляй по ложке, через год будет 365 ложек. Лучше прибавляй стабильно, не опуская понемножку. Или держи то, что взял. Чем вот у нас вот эта эмоциональность, иногда вроде бы даже добрая в камычках. Все, завтра я переверну свою жизнь. Все, послезавтра ты надорвешься, а послепослезавтра ты будешь на том же уровне или еще хуже, или еще ниже, потому что тебя постигнет разочарование, которое приведет к депрессии, и ты станешь еще хуже, чем начинал. Нужно настраиваться на стабильную, долгую, размеренную духовную жизнь. Хорошо бы, конечно, иметь духовника, на которого можно опереться. Хорошо бы иметь единомышленных братьев, на которых ты также можешь опереться, и на которых ты просто смотришь. Вот он это делает. Ну почему? Я сегодня должен от него отставать. И не делайте ничего чрезвычайного. Понемножку, долго, упорно, много, стабильно, вот и будет чрезвычайно. А еще очень хороший момент. Вот это продвижение постепенное, но стабильное, оно как-то не дает тебе увидеть, что ты нечто. Когда ты делаешь очень так поступательно, стабильно, в тебя эта духовная жизнь входит естественно, привычно, и ты не думаешь, что ты сделал что-то великое. Ну, вроде бы, вчера сделал, сегодня сделал, и ничего такого особенного. Обычно такие разовые подвиги сразу запускают в нас гордость со стороны, мы не можем на себя не смотреть. Стабильная жизнь, она некрасивая, но очень хороший результат дает. Вы знаете, духовное пространство это тоже творчество, просто другого, другого плана. Но если человек ставит себе цель и пытается стабильно к ней идти, терпеливо, то будет что-то получаться. Действительно, вот я как художник, когда пишу, у художника ум очень такой легкий, он постоянно куда-то летит. Мне довелось расписывать на Афоне два храма небольших в скитах, и конечно я дорожил этой возможностью, этим временем быть на Афоне, расписывать храм, быть в атмосфере Афона, в атмосфере молитвы. Конечно, мне очень хотелось не терять это драгоценное время на мысли о чем-то там на материке земном. Для меня просто до слез обидно было. и я пытался читать Иисусову молитву и совмещать ее с иконописью. Ум мой улетал, но однажды я расписывал храм на короле в Иверской келью. И вдруг вот эти на мои потуги, на мои искренние потуги, Господь ответил мне, он чуть-чуть мне добавил помощи своей. И я смог с утра до ночи читать Иисусову молитву вслух и писать и писать стену. И одно другому не мешало. Оказывается, это возможно. И я об этом говорю ответственно. Но еще больше со мной приехал друг, который руководитель регионального банка у нас в Оренбурге. И он тоже вместе со мной пытается тянуться, заниматься молитвой. И через несколько дней нашей работы монах хозяин Гелия подходит, говорит, слушай, я не пойму, но с тобой это все понятно, да. Ты с утра до вечера Иисусе, Иисусе. Но вот это правда директор банка? Я говорю, да. Он говорит, ну слушай, он с утра до вечера камни носит, и ты тоже Иисусе, 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 Иисусе. Я говорю, ну, начинается с понуждения, а потом это может перейти уже в привычное состояние, а потом привычное состояние может уже перейти даже в необходимое, когда человек уже не читая ее, может переживать дискомфорт или отсутствие чего-то привычного для себя. Я сразу ремарку ставлю, пока я не забыл, когда я говорю про чтение молитвы в области сердца, я всегда делаю сноску. Не путайте это с хождением в сердце, ни в коем случае, схождение в сердце это совершенно другое. Вход в Царство Небесное, я часто говорю, дверь в Царство Небесное открывается с той стороны, то есть ее открывает Бог. Если человек своим усердием, ревностью, пылкостью пытается вломиться туда, он обязательно вломится в прелесть, он искусственно нажимает на свои психологические точки и разгорячает себя. Есть такое понятие, у царя Давида есть такие слова «сердце глубоко». Так вот, духовное сердце это глубокое сердце, а на поверхности лежит сердце душевное, эмоциональное. И если человек по неопытности начинает разжигать вот эту часть своего сердца, эмоциональную, я печальный свидетель плохих результатов, когда люди эмоционально начинают заниматься умным деланием, Иисусовой молитвой, к сожалению, у них есть результаты. К сожалению. Я это без иронии говорю, я вот буквально недавно на Соловках говорил, я не желаю быстрого результата своим сестрам. я даже молюсь, чтобы у них не было быстрого результата, потому что вот этот быстрый результат, который опирается именно на эмоциональную часть сердца, обычно там же находится человеческая гордость. Я потом с ними ничего не могу сделать, они становятся сумасшедшими, если вот этот быстрый результат. Очень долго, стабильно, терпеливо и хорошо бы под наблюдением духовника, как взгляд со стороны. Взгляд со стороны может тебе часто свой взгляд замыливается, и ты сам себя не видишь, не оцениваешь объективно. И вдруг духовник подходит к тебе и говорит, милый, а что-то ты какой-то упрямый стал. Наверное, в твоей жизни есть какие-то ошибки. Упрямый, дерзкий, высокоумный. Раньше тебе скажешь слово ты ответил будь благословен и пошел. А сейчас на мое слово ты вдруг отвечаешь другим словом. А может, а я считаю все это уже состояние духовной патологии. Хорошо бы иметь духовника, конечно. давайте я буду перечислять. У меня шесть детей, пять внуков пока. Я секретарь епархии, я был настоятелем кафедрального собора, который я построил. 25 лет отслужил в тюрьмах, 12 лет организовал и был попечителем приюта для бездомных. Через пять лет из этого приюта меня увезли в кардиологию на скорой помощи. Я являюсь председателем попечительского совета детского дома для слабоумных детей. Я пишу книги, пишу сценарии для театра, снимаю фильмы, расписываю храмы. У меня на попечении сорок монахинь женщин. И я тоже бы мог привести, вы видите, аргументы, что мне не до Иисусовой, но без Иисусовой меня бы все это разорвало, надорвало. Еще очень много скорбных моментов в жизни моей есть, которые без Иисусовой я бы не пережил, они бы меня надорвали. Мне однажды один священник говорит, отец Сергий тебе везет, тебе-то сорок раз был на Афоне, я говорю, а вам кто не дает? Он говорит, ну, понимаешь, у нас дела. Я говорю, ну, я, наверное, самый главный бездельник нашей епархии. если ты хочешь, ты выстроишь свою жизнь так, и добьешься того, что ты хочешь. Все-таки я тоже священник, не монах, но вдруг которому милостью Божией удалось создать монастырь, и этот монастырь живет, множится в этот монастырь, приезжает много людей, которые вдохновляются и уезжают вдохновленные у себя на местах пытаются тоже перестроить, переформатировать свою жизнь. Тут два момента. Во-первых, конечно, нужно понять, с чего я начал передачу. Христианство это не увлечение, это вопросы жизни и смерти, и тут нельзя опоздать. ты просто можешь потерять все. А во-вторых, я еще иногда своим сестрам говорю, вы знаете, духовная жизнь это даже интересный, это очень интересно, увлекитесь ей, но в хорошем смысле, не легкомысленном смысле увлекитесь, а в хорошем смысле. Духовная жизнь это такая драгоценность. Мы же даже христиане позволяем себе увлечь себя кто футболом, кто театром, кто чем, кто рыбалкой, кто походами, но это все можно, возможно, но когда у тебя есть главное, все-таки приоритет ценности должен быть выстроен. Мне, вот вы приводили вот этот пример. Однажды я беседовал с игуменей, которая мне сказала, знаете, с печалью, с такой, отец Сергий, я 50 лет в монашестве, 50 лет, 25 лет я игумене, я знаю, как управлять монастырем, как строить, я знаю службу, знаю устав, я знаю, как петь, как вести хозяйство, но я за 50 лет не встретила Христа. и для нее это, она понимала, что финал-то близок, ладно, когда еще это говорит молодой, и он надеется, что, ну, я обязательно мобилизуюсь когда-нибудь, но когда человек говорит уже на излете своей жизни, она говорила это с большой печалью, я делала что угодно, но упустила самое главное, но это не монашеская тема, Христос это не монашеская тема, это тема любого христианина, и я думаю, вот так категорично разграничивать монашество и мирян, но у нас цель-то у всех одна, может быть, особенности есть какие-то разные, но цель-то, мы все должны идти в одну сторону, в сторону Христа, и мы его должны встретить, опять же, Семен Новобогослов говорит страшные слова, если ты в этой жизни не встретил Христа, а встретишь ли ты его там, это большой вопрос, но это опять же не я говорю, а Семен Новобогослов, это его авторитет, но я с ним совершенно согласен, и мне в этом мире полном скорбей, недоумений, разочарований, лжи, мне очень неуютно без Христа, мне очень как-то нестабильно без Него, и мне не удовлетворяет Христос двухтысячелетней давности в формате времени или в формате пространства, Христос какой-то далекий, мне он нужен здесь и сейчас, сегодня, иначе я просто надорвусь. Вот главная рекомендация вы слышите свою молитву, не начинайте с конца, начинайте сначала. Созерцательные состояния, состояние откровения, это чрезвычайные состояния, которые достигали единицы, это уникальные люди, уникальное состояние, и если вы сразу будете дерзко лезть вот туда, вы обязательно расшибетесь. начинайте с первого класса, и идите постепенно, постепенно, может быть, наверняка вы не дойдете, и дай Бог, не дойти вам до этих созерцательных состояний, это не ваши меры. По большому счету, батюшка Серафим Саровский трудился не ради созерцания, а ради Христа. И вот что ему Христос дал, то он и взял с благодарностью и со смирением, то он и принял, в этом он и жил. Он же не стимулировал вот на той божественной литургии, когда вдруг он пришел в состояние иступления, еще будучи иродиаконом молодым, он не стимулировал себе нажим на какие-то психологические точки, чтобы разгорячить себя до этого, он просто заслужил литургию внимательно и благоговейно, и Господь его посетил в это время. Вообще, чтобы вернуть отношения с Богом, наши нарушенные отношения с Богом, нужно переориентировать свое «я» в сторону Его. Сейчас у нас все сломано и все направлено в сторону нас. эгоизм действует себе, себе, себе любимому. Любовь, как противоположность эгоизму, действует на встречу любимому. И поэтому любое понуждение себя вот в переформатировании себя, в отдавании, оно приносит приносит навык, навык хороший, добрый, жертвы. Если ты это практикуешь с людьми ради того, чтобы приобрести этот навык, и потом в отношениях с Богом тоже пользоваться этим навыком свое, поступиться своим, я ради любимого. и поэтому апостол же говорит, если вы говорите любите Бога, а не любите ближнего, Бога, которого вы не видите, а ближнего, которого вы видите, ведь проще же это практиковать. Но я говорю про просто приоритет ценностей ближний без Бога не имеет того смысла. Все-таки ближний через Бога должен быть. Помните случай, Антоний Сурожский рассказывал притчу о двух рыбаках, которые жили на берегу моря, и у них была неприязнь друг к другу. Неприязнь просто до ненависти они ненавидели. И вдруг плохая погода, шторм на море, и один из рыбаков выходит и смотрит, что другой тонет. Его лодка перевернулась, и он бросается в море и с риском для своей жизни вытаскивает своего соседа. Они лежат на песке на берегу, мокрые, изможденные, и спасенные. Вдруг говорит спасителю своему, послушай, ты же рисковал жизнью, а ты же меня не любишь, почему ты так поступил? Он говорит, да я как тебя не любил, так и сейчас не люблю. Но я просто вспомнил слова Христа, который меня просил понуждаться на любовь. Вот по большому счету, это наша мера, нас, нынешних. Может быть, у Луана Афонского было по-другому, ему не надо было понуждаться на любовь, это было уже его естественным состоянием. а мы понуждаемся на любовь ради Христа, ради любви ко Христу, понуждаемся на любовь к ближнему, даже которая может быть нам неприятен. Да, лишь бы это не было ажиотажем, потому что если это будет ажиотаж, мы можем ошибиться вместо родника Царства Небесного, слепые выбирают слепых иногда и заходят. Поэтому тут конечно духовный человек очень много может дать. Все-таки к батюшке Серафима ехала вся Россия. Все-таки к отцу Иану Кронштадтскому ехала вся Россия. Может быть, даже не получить ответ на свой вопрос. А просто побыть в атмосфере его благодати. И это тоже живо, это бытийно. Действительно вокруг святого человека место освещается. Мы даже посещаем места присутствия святых, которые жили там 600 лет назад. и мы посещаем эти места и отдаем себе отчет, что они наполнены благодатью Духа Святаго. По поводу старца Ефрема я был два раза коротко и может быть так деликатно я не врывался там, не требовал аудиенции. Я просто был рядом, так мы пересекались, никаких глубоких духовных бесед. по большому счету мне не надо было как бы совестно было спрашивать какие-то глупые. Мне достаточно было просто быть рядом, наблюдать, не читать о святом, а непосредственно наблюдать его. Кстати, знаете, у меня еще не одна же встреча была. Я обратил внимание, что вот как в природе Христа удивительным образом соединились две природы божественная и человеческая. Ведь Христос не был восковой фигурой, наполненной благодатью. Ведь он очень естественен был. И даже его естественность смущала фарисеев, что он с блудниками, с мытарями ест, с блудницами ест, пьет. Первое чудо Господь совершает на свадьбе. Вот скажите какому-нибудь руководителю общества трезвости, что Христос совершает чудо на свадьбе. Какое чудо? Умножает вино. Умножает вино в то время, когда выпили все вино. Можно было бы сказать, ну уже достаточно, вы весь запас израсходовали, и вдруг Бог умножает вино. То есть Господь входит в формат этого мира в рамках нравственности, целомудрия, не нарушая их ни в коем случае, не выходя за рамки, но он очень глубоко входит в этот мир. Я обратил внимание, вот действительно духовные люди, не вот эти экзальтированные, псевдо, дальше ничего не буду говорить, они, знаете, очень естественно в отношениях. Они могут даже и пошутить, и улыбнуться, они не несут на себе вот эту роль старца. Они живут очень естественно, и рядом с ними очень естественно, и комфортно. Не в плане того, что можно расслабиться и погрешить, а в том, что нет вот этой натяжки какой-то искусственности. Святой человек так удивительно сочетает в себе святость и человечность обычную. И вот напротив, вы знаете, чем больше пафоса иногда говорят, вот поедь туда, там, великий старец, приезжаешь, вот этот пафос меня, честно говоря, сразу как-то настораживает. Я в нем чувствую, какую-то искусственность. Это роль, а роль это уже не правда. Правда может быть только естественной. Вот таким был старец Ефрем, знаете, очень, он мог даже смеяться, как ребенок, пошутить мог. Вот это драгоценно. Не то, что ты пришел, увидел старца Ефрема, упал, и головы не поднял. Я был в общине старца Сафрония Сахарова в Эссексе в Англии. Я увидел тоже дух, который оставил старец в этой общине. Они мне даже говорили, духовник, старец, отец Захария, он говорит, знаете, вот старца нет 25 лет, а мы живем в такой атмосфере, что сейчас откроется дверь и зайдет отец Сафроний. Он оставил свой дух, и этот дух очень, опять же, естественен, без натяжек, без искусственности, там очень легко, ты очень комфортно. Общение происходит очень просто, естественно, ты не подбираешь слов, а просто живешь этой атмосферы, этой общины. также на Афоне какие здоровые общины есть. Ни в коем, вот для меня искусственность это уже тревожность. Знаете, вдохновиться можно даже простым, искренним прихожанином, который, оказывается, рядом с тобой ходит 10 лет в храм, но ты просто его не замечал, потому что он не вычурно не лез в глаза, он просто тихонечко жил стабильной духовной жизнью, но ты видишь в его глазах жизнь. Я приводил пример недавно, один знакомый строил свою жизнь в Бельгии, бизнес выстроил, быт свой, социальное положение, и все это было какой-то отрезок времени, и вдруг этот человек говорит, я переезжаю в Грецию, и друзья говорят, как, почему ты столько лепил, все строил, и сейчас все бросить и ехать, в новую страну, он говорит, а я не могу здесь больше жить, здесь люди, они все настроены на земное, и у них, у меня такое ощущение, что я хожу среди покойников, у которых умерла душа, вот об этом говорил в одном месте Семен Новобогослов, многие люди живут по инерции физиологически, но душа их уже умерла, они уже, и вот вдруг этот человек, живший в Бельгии, он говорит, я встречаю на улице людей, они мне улыбаются ртом, а глаза не улыбаются, в глазах нет искринки жизни, и мне стало это приносить очень большой дискомфорт, а иногда вот человек в церкви, смотришь, он невзрачный, там ничего, не пытается из себя строить, но ты смотришь, у него в глазах вера есть, у него жизнь в глазах есть, Бог есть, и этот человек тоже может вдохновить, не обязательно искать чего-то чрезвычайного, ну и не всем доступно чрезвычайно, не каждый может, и тем более я сразу еще опять же делаю эту сноску, будьте осторожны в поисках чрезвычайного, чтобы не нарваться на что-то чрезвычайно негативное, фальшивое, не настоящее, лучше бы вы ничего не нашли, чем найти такое, сейчас кто-то будет смотреть, скажет, а ты сам-то какой? По большому счету наше интервью хотя бы, может быть, оно не выстроит вашу жизнь, но хотя бы оно принесет вам легкую озабоченность, что у вас не все нормально, не все хорошо, эта озабоченность уже как-то начнет тревожить, может быть, лишний раз скажете Иисусе, Иисусе, лишний раз где-то в храм зайдете, мобилизуетесь, эта озабоченность, она должна тревожить, нельзя заболотиться в духовной жизни, как вот вы говорите, сначала пришли, все было пылко, ярко, а потом все остановилось, вода, которая останавливается, она протухает, она болотится, нужно движение, нужно какое-то движение, ну, хоть что-то делать, понемножку, вдохновляться. Иисусе, иисусе, не